Прошедшую субботу, 3 июня, стартовал парковский лекторий, где ученые университета Амосова читают лекции на свежем воздухе. О первой опен-лекции и об акции в целом нам расскажет наша утренняя гостья. Представляем вам Туяру Павлову, главного редактора редакции корпоративных медиа СФУ. Доброе утро, Туяра. Расскажите нам, как же прошла первая лекция? Знаете, на самом деле впечатления только самые положительные. Мы, конечно, волновались. Проект наш только стартовал, как вы уже сказали, 3 июня. Будут у нас такие лекции длиться все лето, каждую субботу, кроме 24 июня. Итого у нас еще 12 будет профессоров выступить. И, конечно, мы волновались. Огромное спасибо нашему хедлайнеру, скажем, первопроходцу. У нас первым гостем был доктор философских наук, профессор кафедры философии Виктор Михайлов. Извините. Виктор Данилович, конечно, и без нас известный в городе человек. Безумно интересно рассказывает. И очень рады, что, скажем так, он нам помог, приняв участие и открыв наше мероприятие. Человек было больше 70. Да, вот мы, кстати, видим сейчас на экранах. Много было народу. Для нас это безумно приятно. Очень приятно видеть, что людям это нужно, людям это интересно. И что наши слушатели были разного возраста. Действительно. У нас будет в гостях доктор медицинских наук Геннадий Пальшин. Будем говорить о костных болячках якутян. О ревматизмах, артритах, артрозах. И поскольку тема у нас такая актуальная, то всех зовем, всех приглашаем. Ну, нельзя, конечно, не спросить, как вообще родилась эта идея. Ведь это впервые у нас. Идея родилась из инициативы, как это обычно бывает. Это идея нашего управления, медиаполитики, связи с общественностью. И вот сначала, конечно, возможно, какую-то долю секунды были колебания. А потом все это сразу расселось. Потому что наши профессоры пошли навстречу. Сразу откликнулись. Да, сразу откликнулись наши партнеры. Тоже парк культуры отдыха сразу откликнулись на нашу идею. И вот у нас еще партнер газеты Якутской вечерни. Они публикуют в афишах своих. Так что следите за нашими анонсами. Все лето можно будет проследить, узнать, кто будет следующим гостем. Вообще, спектр тем мы выбрали самый широкий. То есть это не только философия, не только медицина. Мы будем планомерно двигаться. Разные темы, 12 профессоров. Пожалуйста, следите за нашими анонсами, приходите. Интересно, сколько длится лекция? По длительности где-то 40-50 минут. Ну, естественно, это же живая беседа, живое мероприятие. Поэтому мы не можем его регламентировать строго. И, например, на прошедшей лекции Виктор Данилович выступал. И потом еще были вопросы. И, что важно, люди общаются, скажем, потом тет-а-тет с Виктором. Подходят, благодарят, комментируют. Для нас такая обратная связь. Это очень важно. Но мы посмотрели на фото. Аудитория действительно очень разновозрастная. Да. Откуда люди узнали, пришли, мимо проходили. Все, сила интернета, социальных сетей, партнеров. И если увидите, призываю всех зрителей, если увидите в WhatsApp, в WhatsApp сейчас вовсе гуляют наши объявления, увидите, перешлите обязательно своим друзьям, знакомым. Потому что я уверена, что это будет интересно, это будет нужно. Можно просто пройти, либо нужно зарегистрироваться где-то? Да, желательно пройти регистрацию. Для нас это нужно все бесплатно. Но нам это нужно для учета места, чтобы примерно понимать. Ну, опять же, повторюсь, было больше 70 человек. Ну, силами парка всех вместили. Беседка очень уютная. Никого не обидели. Сколько вмещает человек в беседку? Ну, вот практически все 70 человек влезли. Но вот были такие, скажем, необычные слушатели, как, например, молодой человек на велосипеде. Он проезжал мимо, услышал. Естественно, он же с велосипедом не зайдет. И он в итоге вот прям припарковался, рядышком стоял. Снаружи, да? Да, прям в шлеме со своим велосипедом. И это было очень интересно смотреть, потому что ты следишь и понимаешь, что это действительно важно и нужно широкому, вообще очень многим людям. Поэтому очень приятно, конечно, было. Как были удивлены его, например, друзья или родственники, которые его где-то ждали? Ты где задержался? Да, я вот на велосипеде по парку ехал и задержался на лекции. На какой лекции? Да, там лекция шла, и я тоже решил послушать. Я вот видел такое-то мероприятие, да, поэтому вот так вот. Но Виктор Данилович, известно, он преподает в университете, да? Соответственно, лекция была направлена на студентов, на молодых людей или... Мы не делаем ограничения по аудитории, да. Мы стараемся быть полезными и интересными для всех. Виктор Данилович рассказывал о философии, о том, как преподавали, преподают и как будут в будущем преподавать философию. Ну, он теоретик, практик, ему это виднее. Вот, и, кстати, очень важно, он подчеркнул, что философия, она применима в обычной жизни. Многие же думают, что это такой, ну, скажем так, абстрактный предмет, который конкретно меня не касается. Но на самом деле Виктор Данилович, конечно, прав. Философия, она везде, в суду, да. Я согласна, философия — это жизнь. Да, да, согласна. Вот профессора, которую вы приглашали, их не смущало там на какую-то долю секунды тот факт, что они будут читать лекции не привычной аудитории, то есть целенаправленной, а это любой желающий приходит. Ну, действительно, что-то новое для них самих. Я бы не сказала, что их это смущало. Они вообще, все те профессоры, которые откликнулись, они сами по себе как-то сейчас говорят. Люди с активной жизненной позиции, поэтому их это особо не смутило. То есть они, скажем, скорее интересовались форматом, сколько это будет длиться, где это будет, а есть ли дождь. Кстати, если дождь, эта ситуация нас не пугает. Благодаря парку у нас есть отличная беседка, крыша над головой, скамеечки. Вот, и поэтому, ну, пока прогнозы нас радуют. Да, прогнозы радуют. То есть несмотря на то, что сегодня погода так себе, то в субботу будет очень даже хорошо. То, Яра, давайте еще раз напомним, каждую субботу во сколько? В 5 часов. В 5 часов, каждую субботу призываем всех телезрителей на лекции от СВФУ. СВФУ.